Библейский портал экзегет.ру представляет 44-й псалом для библейского портала экзегет, читаю в переводе российского библейского общества. В 41-м, 42-м, 43-м все плохо, а в 44-м все так хорошо, прям сказочно хорошо. Что здесь, какая-то вставка, ну да, вставка псалмы, я все время это подчеркиваю, они в развитии, в динамике даны, это не просто случайно россыпь монеты с кошелька, вот какая куда легла, так она и сохранилась, да, вот здесь такие, здесь веселые, здесь грустные, здесь победные, здесь псалмы с просьбой о помощи, здесь там хвала, здесь просьба, здесь еще что-нибудь. Нет, здесь есть внутренний динамик развития, и вот 43-й псалом, он завершается вот таким утверждением, что, господи, ты от нас отвернулся, ну, мы вот в полном недоумении. Он довольно резко упрекает Бога этот псалом, что тоже нормально, потому что псалтирь – честная книга, вот самое главное свойство, она честная, а Боге там говорится вот так, как человек чувствует, и в ней есть очень разные состояния ситуации, очень разные слова о Боге, в том числе резкие, да, в 43-м есть резкий упрек Богу, ни за что уступил свой народ, за бесценок продал его, а вот в 44-м все просто прекрасно, и у псалма под заголовок начальнику хора, напевшую шаним, есть пара псалмов с таким же заглавием, это, видимо, какая-то мелодия, и традиционно это переводят как лилии, полевые лилии, то есть красивые цветы, ну, вот уже сразу настрой такой праздничный, радостный. А псалом сынов Короха, вот как и предыдущие, это, собственно говоря, одна из групп священников, или левитов, точнее, песня искусная, песнь любовная. Ох ты, любовная лирика? Необычно. У нас есть целая песнь-песни в Библии, да, которая есть любовная лирика, ну, ее там понимают часто иносказательно, но изначально это песня о любви юноши и девушки, да, и здесь что-то очень похожее. Вообще-то, сразу скажу, этот псалом понимается как свадебный. Этот псалом на бракосочетание царя, вот как и песнь-песни, и формально это такая какая-то очень большая свадебная песнь, где говорится о любви и завершается соединением двух влюбленных. Но здесь, скорее, придворная, церемониальная сторона свадьбы, да, то есть вот как это выглядит. Давайте прочитаем, потом к этому еще вернемся, к объяснению. Слово возвышенное, из сердца рвется. В слух читаю я творение свое о царе. Мой язык, как перо песца искусного. Такое, как бы, краткое предисловие от автора, да, вот. И он так о себе тоже не очень скромно говорит. Мой язык, как перо песца искусного. Ну, а дальше, собственно, текст. Ты, прекраснейший из людей, уста твои благодать и источник, так навек благословил тебя Бог. Повяжи свой меч у бедра, возвеличься силой и славой, да будет успешен твой путь. Скачи вперед во имя правды, смирения и справедливости. Пусть подвиги свершит твоя рука. Стрелы твои остры, народы у ног твоих, пали духом враги царя. Твой престол, как престол Божий, стоит во веки веков. Жезл свой царский, справедливости жезл. Ты любишь правду, ты ненавидишь зло. За это Бог, твой Бог, елеем радости, помазал тебя, как никого из тех, кто рядом с тобой. Одеяния твои благоухают миррой, алоей и кассией. Это благовония разные. В чертогах слоновой кости веселят тебя арфы. Дочери царей в почетной свете твоей стали по правую руку твою царица в золоте и зафира. Далекая страна, где славилась сана своим золотом. Слушай, дева, это к невесте уже она обращается. Посмотри и слушайся. Забудь свой народ и дом отца своего. Воспламенится царь желанием красоты твоей. Он твой господин, поклонись ему. О, дочь Тира. Тир один из свинекийских городов. Богатейшие из народа с дарами будут милости твоей искать. Величава дочь царская в покоях своих. Одеяние ее золотом украшено. В расшитые одежды ее подводят к царю. За ней ведут к тебе дев, подружек ее. С ликованием, с веселем подходят они, входят в чертог царя. Твои потомки займут место предков твоих. По всей земле ты их поставишь правителями. Потомки займут место предков. Скорее всего, как обычно люди хвастаются предками. У тебя будут такие славные потомки. Ты будешь говорить, я мать такого-то великого человека. По всей земле ты их поставишь правителями. Сделаю имя твое прославленным из рода в род. Во веки веков народы будут славить тебя. Ну, то есть, на внешнем поверхностном уровне это свадебная песня. Сначала псалмопевец хвалит царя, желает ему победы над врагами. Говорит, что вот Бог его избрал, Бог его любит. Помазал его елеем превыше всех остальных, может быть, других царей. Потому что царь понимался как помазанник его. Не просто назначили, избрали или по праву рождения он царь. Но его Бог посвятил в царей через обряд помазания священным маслом елеем. А потом он обращается к невесте. Невеста, дочь Тира из Финикии, значит, приехала. И говорит о том, какая славная ее ждет будущность. Как все будет у нее прекрасно. Как она прославится. И как она будет радовать своего мужа царя. Здорово все. Ну, при чем здесь псалтирь? Ну, Бог упоминается. Ну, и что, как, наверное, на любой свадьбе желают какого-то благословения свыше молодым. А вот смотрите. Предыдущие три псалма про то, как все плохо. И мы говорили, особенно в 43-м, это заметно, что это все времена плена происходят. Скорее всего, когда храм разрушен. И хочет наш псалмопевец пойти в храм. Да не может. Некуда ходить. А в 44-м царская власть, как в начале псалтири, да, один из царских псалмов. Царская власть – это одновременно и символ такого праведного предстояния Богу, да. То есть не каждый человек царь, но царь – образ каждого человека, да. Он вот самый главный из людей в данном народе, в народе Божьем. И, соответственно, вот то, что он скачет вперед во имя правды, смирения, справедливости, совершает подвиги. Это такой архетип, к которому мы все так или иначе возвращаемся. Так вот, смотрите. 43-й такой печальный, депрессивный. Все, ты нас бросил, ты нас забыл. 44-й вдруг нам показывает момент славы, момент величия. При каком-то царском дворе, когда никакого плена еще не было, мы не знаем, кто конкретно этот царь. Это тот же Давид, может быть. Но совершенно не обязательно. То есть бывает и так, и так. И в этом есть надежда, в этом есть уверенность, что вот именно эти отношения, они свойственны отношениям Бога и Израиля, да. Бывают плохие дни. Между прочим, как в браке. Вот есть свадьба, да. Ну, в хорошем случае, когда молодые любят друг друга, когда родня их с этим поздравляет. Но это же огромное счастье. Свадьба, медовый месяц, они принадлежат друг другу, им больше ничего не нужно. А потом начинается быт. Кальций, кастрюли, пеленки, сварливые там старшие родственники, бытовая неустроенность, жить негде, зарабатывать трудно, спать не удается ночами. И думаешь, господи, когда уже все это закончится, да, я хорошо это помню. И вот в такой момент иногда советуют психологи, жене надеть свадебное платье, да. Вот все бросить, там, не знаю, пойти в ресторан, провести вечер в каком-то воспоминании об этом торжестве. Вот было же это, оно же никуда не делось. Оно вернется. Понятно, что оно не вернется в смысле повторения, да, в жизни ничего не повторяется. Но это то, что принадлежит твоей жизни уже, то, что вот часть твоего, даже не опыта, а часть твоего я нынешнего, да, вот этот момент. И здесь то же самое. То есть сейчас плен, сейчас все плохо, но ведь было это, и оно еще будет. По-другому, да. Не повторится даже кто там два, три, четыре раз женится. Понятно, что это не повторение первого этого опыта. И, ну, не самый лучший это исход, наверное, жениться много раз, чтобы заново пережить это чувство. Вот, но, тем не менее, вот моменты радости, моменты нежности, моменты величия, моменты вот этого признания со стороны всех остальных, они обязательно еще в жизни будут. И можно, в каком-то смысле, питаться вот не памятью о том, что, да, когда-то было все хорошо, а сейчас все очень плохо, но, скорее, переживанием того, что это тоже часть тебя, да, вот эти моменты славы, величия, победы, это надежда, которая была дана и которая во многом сбылась. И я думаю, что вот как раз этот псалом не случайно встал сюда, он, наверное, довольно древний, он, наверное, написан был раньше тех псалмов, которые мы прочитали до того, которые, скорее всего, времена Увилонского плена, это еще один из самых первых псалмов на царских свадьбах, наверное, его исполняли. Но он все равно сюда встал. Вот ты унываешь, ты думаешь, как все плохо, вспомни дни славы, они неизбежно вернутся, ты просто пока не знаешь, как. Ну и 45-й будет комментарием вот к этому столкновению 43-го и 44-го псалма.